Трава-кровохлебка – описание полезных свойств применения. Кровохлебка относится к многолетним травам. Ее корневая система сильно развитая и способна вырасти на глубину 12 сантиметров. Стебель растения вырастает на высоту в 1 метр. В рекорневой части листья довольно крупные, непарно-перистые, на них имеется от 7 до 25 небольших листочков. Характеристика растения Цветки травы-кровохлебки довольно мелкие, собранные в продолговатые головки, которые находятся на высоких цветоносах. Плоды растения сухие 4-граммные семянки, окрашенные в коричневый цвет. Растет растение на лесных полянах, опушках, разнотравных лугах, в берегах рек, ручьев, в хвойных, смешанных и березовых лесах, лесной и лесостепной зон. Трава-кровохлебка Трава принадлежит к лекарственным растениям и в народной медицине используется уже давно. Назвали ее таким образом за способность останавливать кровотечение. На Руси ее называют крововохлебка, кровохлеб, бедренец, выпадошная трава, грыжник, яловый золотник, каточки, катышки, красноголовник, красные коренья, кровососка, луговка, мышьяк, наголоватень, огорошник, простудная трава, трава, кровохлебка имеет много названий. Прутяк, радовик, рядовик, дикая рябина, лесная рябинка, рябинник, серебряный лист, снурок, псовья, стрела, савина, стрела, сабина, сухо, золотица, трудница, ужачий зелье, угрим, хлебенка, черноголовка, черноголовник, чернотрав, шишечки. Сорта растения. В мире существует не менее 20 видов этой травы. Чаще всего встречаются следующие сорта. Кровохлебка лекарственная важна. Это растение на данный момент занесено в Красную книгу и охраняется законом. Также оно имеет лечебные свойства, с помощью которых может вылечить много недугов и принести огромную пользу людям. Кровохлебка лекарственная к этому виду растения относится пингтанно. Это растение создает заросы из поникших колосьев. Цветки имеют розовый цвет. Танна – это кустарник, что растет в высоту до 80 сантиметров. Цветы окрашены в красный или бордовый цвет. Кровохлебка – тупая родина этого растения – Япония. Врастает оно на высоту в 1 метр. Имеет крупные пушистые соцветия розового цвета. Стебли растения этого вида начинают ветвиться у прикорневой системы. Самым известным сортом является альба. У него нежные белые цветы. Кровохлебка мензиса – это растение вырастает на высоту от 60 до 120 сантиметров в высоту. Цветет оно ярко-розовым цветом. Длина соцветий достигает до 7 сантиметров. Культура начинает расцветать не ранее июня. Кровохлебка мензиса кровохлебка альпийская трава вырастает до 80 сантиметров. Шишечки на стебле имеют желтовато-зеленый цвет и листья в форме сердечка. Методы размножения. Размножается культура семенами или делением корневой системы. При семенном способе размножения посевной материал нужно сразу высеивать в открытую почву, делать это лучше поздней осенью. Участок, на котором планируется посев растения, должен быть удобренный и при этом дренированный. Перед тем, как высеивать семена, нужно сделать небольшие лунки, в которые высеивается посевной материал и присыпается шаром торфа не менее чем на 10 миллиметров. По весне появятся первые всходы, они быстро начинают развиваться. Молодые растения не боятся заморозков, поэтому хорошо переносят резкие похолодания. На протяжении всего лета трава растет на одном и том же месте, только под осень ее осторожно выкапывают и пересаживают по всей территории. Расстояние между кустиками должно быть от 50 до 60 сантиметров. Растение способно расти и цвести на протяжении двух или трех лет. Интересно знать. На протяжении пяти лет корень разрастается и становится массивным и разветвленным. Его можно будет разделить весной на несколько частей, чтобы размножить культуру. Растения аккуратно выкапывают и места разреза корневой системы посыпают золой. После этого корень сажают на новом месте. Сажают культуру в большинстве случаев вдоль дорожек под заборами у стен дома или посредине клумбы. Даже в том случае, когда растение еще не расцвело, сам кустарник выглядит очень красиво и украшает собой сад. Кровохлебка сангвисорба пользуется спросом у садоводов. Кровохлебка осенью смотрится очень красиво, особенно в период, когда ее зеленые листья становятся желтыми и долгое время выглядят словно костер посреди сада. Цветоносы долгое время могут украшать дом после срезки. Помимо декоративных качеств траву можно использовать в качестве приправы к салатам и другим блюдам. Ее листья пахнут свежим огурцом. Выращивание и уход. Трава кровохлебка – совершенно неприхотливое растение. Оно не боится сорняков и может с ними конкурировать. Сажают его как в лутении, так и на открытой территории. Грунт должен всегда быть хорошо удобренным и при этом дренированным. Растение нужно поливать, при этом следить за тем, чтобы влага не застаивалась и не навредила корням. Лучше всего подойдет почва с нейтральной или слабой кислотностью, также она должна быть богата на гумус. Для растения важно вовремя его поливать, поскольку оно предпочитает расти вблизи водоемов. Также не стоит забывать вносить удобрения. Первый раз нужно подживлять траву сразу же после того, как сойдет первый снег. Затем на протяжении всего сезона нужно внести минеральные и органические удобрения не менее трех раз. Подкармливать растение нужно прикорневым способом. Несмотря на то, что трава не боится сорняков, почву возле нее нужно периодически рыхлить и пропалывать. Обязательно требуется разбивать корку возле самого растения. Поскольку цветоносы высокие, то во время дождей и сильных ветров они пригибаются к земле под тяжестью собственного веса. Для того, чтобы защитить культуру от непогоды, ее высаживают возле кустов или изгороди. Также можно подвязывать стебли. Растения способны само насеваться, поэтому цветоносы, которые начинают увядать, срезают. Интересно знать. Кровохлебка совершенно не боится заморозков и не нуждается в дополнительном укрытии в зимний период. Трава кровохлебка – неприхотливое растение болезней и вредители. Культура редко подается нашествию вредителей, а также практически не болит. Если стало заметно, что на листьях появились пятна, а от прикорневой системы неприятно пахнет гнилью, то нужно немедленно срезать стебли и обрызгать растения фунгицидом. От вредителей растения можно спасти с помощью инсектицидов. Полезные свойства. Многим интересно, что лечит трава кровохлебка. Культура полностью оправдывает свое название своим свойством – останавливать кровотечение. В медицине чаще всего используются корни растения. Именно в них сконцентрировано высокое содержание полезных веществ, таких как органические кислоты, дубильные вещества, крахмал, аскорбиновая кислота, стерины, картины, эфирное масло, микроэлементы и макроэлементы. Траву кровохлебку широко используют в медицине, благодаря им можно излечить воспалительные процессы в организме человека, укрепляется иммунная система организма, снижается аппетит, что очень полезно для людей с ожирением. Благодаря этой траве можно предотвратить образование раковых опухолей. Употребление чая с кровохлебки отлично успокаивает нервную систему, а также благотворно влияет на работу желудочно-кишечного тракта. Применять траву можно в гинекологии. Когда заготавливают траву, заготовка корней травы припадает на сентябрь месяц. Это момент плодоношения кровохлебки. Сбор материала проводится с помощью лопаты. Корневища нужно аккуратно выкопать, но ни в коем случае не выдергивать из почвы. Затем с растения стряхиваются остатки земли, корни моются в холодной воде и сушатся. После этого нужно полностью срезать стебли, разделить материал на ровные части не более 20 см, провялить на свежем воздухе и отправить на сушку. Сушат корневища на чердаке, в печке или сушилке. Важно! Нельзя сушить растения на металлических противнях или решетках. В этом случае корни становятся черными и теряют свои свойства. Сухость лекарственного материала можно определить по его ломкости в процессе сгибания. Храниться сырье может на протяжении 5 лет. Трава кровохлебка оказывает универсальное действие при лечении народными методами. Для этих целей заготавливают корневую систему. Также следует принять во внимание, что эта трава совершенно не имеет противопоказаний и разрешается для применения людям, страдающим. аллергии беременным женщинам и даже маленькому ребенку. Все же перед использованием этого средства нужно посоветоваться с врачом и следовать его инструкции.